Мне известно, никакого штурма не было. Более того, скажу честно, у меня даже не было никакой внутренней информации о том, что что-то подобное готовится. Я неоднократно заявлял, что, к моему глубочайшему сожалению, инициатива власти упущена была. И все это действие, его надо было приводить в рамки закона, еще когда все это происходило здесь, в Киеве. К сожалению, очень много честных, порядочных ребят, ветеранов, реальных ветеранов, поддались на пропаганду откровенную, и сейчас они в числе тех, кто блокирует. А сами инициаторы? Вы говорите, инициатива власти была упущена. Какой эта инициатива власти должна была быть? И что сейчас остается делать власти? Соответственно, к любому нарушителю закона применяются законные методы воздействия. И хотел бы подчеркнуть в том числе к тем народным депутатам, которые являются организаторами этого действия. Георгий, вы уже прекрасно понимаете, что не каждый нарушитель в нашей стране готов отстреливаться, а там готовы отстреливаться. Я же говорю, упустили инициативу, теперь это надо решать исключительно диалогом. На данном этапе я уже против применения каких-либо силовых методов. Там реально присутствуют реальные бойцы, реальные ветераны, в том числе десантники, далеко не только представители добробатов, регулярная армия ребята есть. Надо выходить и разговаривать. К сожалению, вот все, что сейчас там происходит, с моей глубочайшей точки зрения, это последствия абсолютно неудовлетворительного уровня коммуникации власти с народом.